Всем привет! Сегодня в этом видео мы поговорим про страхи и тревоги. Мне в директ поступил вопрос, как справиться со своими страхами, и, конечно же, я решила записать специальное видео, чтобы было полезно другим, кто тоже мучается и страдает от чрезмерного страха. Страх – это вообще чувство очень естественное, более того, не боится только дурак, и естественное проявление страха заставляет нас быть более предусмотрительным, мы более осторожны, и это спасает нам жизнь и физически, и психологически. То есть мы не идем на какие-то риски, мы все обдумываем, и это как раз-таки способствует качеству нашей жизни. Поэтому мне хочется, чтобы мы на страх взглянули более оптимистично и разумно. Теперь давайте поговорим о второй крайности, когда страх становится надуманным и необъективным, то есть когда реальность не соответствует нашему воображению. Мы в этом случае слишком тревожны и живем в будущем, мы как бы убегаем вслед за своей фантазией и представляем различными красками, уже рисуем, пишем очень грустный сценарий этой истории. И здесь, конечно же, нужно себя останавливать и задумываться, зачем я выстраиваю эти деструктивные конструкции, что движет мною, и естественно, мы когда обернем эту картину вовнутрь, в глубину собственного самоосознания, то здесь, конечно же, включается такое невротическое расстройство, тревожное расстройство, когда я уже живу, такая некая психология жертвы, с живу будущими переживаниями, и они, конечно же, со знаком минус. Так как жить позитивно, объективно, опираясь на реальность, которая сейчас, в эту секунду со мной происходит, этот навык требует хорошего проработки, хорошей работы над собой. Это подобно осанке, то есть мы все склонны сутулиться, или мы сидим с кривой спиной, мы такие провисаем, но человек, который занимается танцами, спортом, плавает, у него, как правило, сильная спина, и он несет себя просто гордо. Так и с психикой. Когда наша психика очень такая, скажем, не пластичная, она более консервативная, и мы смотрим на этот мир через один фильтр, скажем так, очень шаблонным мыслям, то мы привыкаем к этой тенденции и расширяем эти негативные краски день от дня. То есть одна маленькая тревога может накапливать свое напряжение, и вместо того, чтобы прокачать, раскрыть другой свой потенциал, мы застреваем в этой тревоге и приумножаем ее вариативность. То есть получается, что нам как будто бы выгодно, не осознавая этого, думать только о тревоге и о том страхе, который преследует нас день от дня. Соответственно, чтобы справиться с этим, мы должны с вами занять такую позицию расширения или укрепления осознаваемой части. Так называемое здоровое эго, крепкое эго, оно как менеджер способно управлять и держать руководящий контроль над всей своей психической деятельностью. Поэтому мое к вам предложение на сегодня – это не бороться со своим страхом, особенно необъективным, а наоборот направить все свои ресурсы на укрепление здорового эго. Что это означает? Мы с вами должны развиваться интеллектуально, физически, духовно, и, скажем, морально, нравственно. То есть мы должны учиться быть хорошими друзьями, хорошими партнерами в браке, к хорошей матерью либо отцом, то есть у нас все время есть перспектива на развитие. Если мы всю свою энергию направляем именно в эту сторону, то у нас, по сути, не остается ни времени, ни энергии, ни желания, чтобы подкармливать свой страх и свою тревогу. Также мне хочется добавить, что любой страх, любая фобия в корне своем, в своем основании имеет четко определенный страх смерти. То есть если мы размотаем этот клубок тревог и сомнений и страхов, то, конечно же, мы придем к страху смерти. И здесь нам нужно учиться, опять же, расширяя свое интеллектуальное и духовное познание и некую философию восприятия этого мира, что смерть – это неизбежная часть жизни. Каждый из нас придет к этому завершению. И опять же, здесь вопрос выбора. То ли я буду ждать этого конца и бесконечно придумывать эти негативные сценарии, то ли я выбираю, как я буду жить, а не жду, как я умру и где я умру, или при каких обстоятельствах. То есть наша задача – прожить эту жизнь качественно, расширять свое восприятие, насыщенность этой жизни, то есть познавать ее с разных сторон. И тогда мы переключаемся не со страха и тревоги самых негативных сценариев, а наоборот, как я могу полезно, интересно принимать эту жизнь в каждом своем дне. Поэтому я предлагаю, во-первых, в базе своей осознать, что смерть придет к каждому из нас, и в этом смысле мы получаем такое хорошее смирение, в этом смысле мы все с вами равны, мы все придем к этому печальному и грустному завершению, но гораздо выгоднее для нашего эго думать не о смерти, а думать о жизни. А как я могу прожить эту жизнь? И вот если вы все свои ресурсы направите именно на этот ход мышления, то, поверьте мне, ваши тревоги и ваши страхи начнут таять, как снег, потому что энергия ясности будет направлена не на расширение страха, а на расширение самопознания и познания этого мира и всех красок, ярких, прекрасных, все, что дарит нам жизнь. И что еще хочется добавить, что в принципе сам страх и тревога могут выступать как прекрасное топливо для развития нашего потенциала творческого, потому что эта фантазия, которая по сути позволяет нам расширять эту тревогу, она же может быть направлена на развитие нашего творческого потенциала. То есть все люди искусства, они, конечно же, имели очень богатую фантазию, они очень сензитивные, такие гиперчувствительные, и именно это качество позволило им создавать свои шедевры, писать музыку, рисовать картины, играть в театре и так далее. Поэтому задумайтесь, если вы супертревожный, очень богатая у вас фантазия, то как раз-таки эта чувствительность поможет вам стать успешным в своей области. Поэтому предлагаю опять же таки использовать эту тревогу, эти сомнения для конструктивных каких-то своих действий. То есть направляйте свою чувствительность на созидательность и не подпитывайте свой страх. Пожалуйста, направьте всю свою энергию, весь свой потенциал, всю свою осознанность на то, что вас радует, питает и развивает. На сегодня у меня все. Спасибо, что дослушали до конца.